В тот день, когда песня «Учку-дук» в исполнении легендарной «Елы» прогремела на весь Советский Союз, в семье солиста Зиода Ишинхаджаева прогремел нешуточный скандал, и певец едва не потерял любимую женщину. Смотрите. Зиод Ишинхаджаев, солист группы «Учку-дук», возвращался с гастролей в Америке. Радостный и счастливый. Наконец, после нескольких лет сплошных неудач, он смог получить приличный гонорар. В бывшем Советском Союзе песни музыканта уже почти никому не были нужны. А там, за границей, у группы был немалый успех. Зиод сидел в самолете и представлял, как обрадуется жена, увидев его счастливым, и вспоминал, сколько подарков он везет любимым доченькам. Но певец и подумать не мог, что пока он размышлял о счастливом будущем, в его квартире прозвучал страшный телефонный звонок, который уже почти разрушил его семью. Его любимая Гуля дома побледнела, сжимая в руках трубку. На том конце провода незнакомая женщина сказала, «Мы с твоим мужем любим друг друга уже полгода. Отпусти его, умоляю». Женщина оцепенела. Полгода? Но они поженились всего пять лет назад. У них две маленькие дочери. Как быстро семья надоела ему. Пройдет много времени, прежде чем Зиод осознает весь ужас собственного поступка. Сейчас он об этом вспоминает так. Любой поступок, который вы знаете от семьи в сторону, это предательство. В тот момент вы ничего не сознаете. Вы как слепой, глупец такой. Потому что вы ничего не понимаете в этом мире. Для вас ничего нету. Вы знаете, вам надо идти сюда, и все. Но в тот страшный день музыкант спешил домой и не догадывался. Там его ждет беда. Он поймет, что что-то случилось, как только перешагнет порог дома. Всем привет. Впервые жена не встретит его объятиями. Не спросит, как прошел концерт. Будет избегать любых разговоров. Впервые они будут спать в разных постелях. Гордость не позволяла мужчине ни о чем расспрашивать. А Гулю так огорошила горькая правда, что она не могла сказать ни слова. Только на рассвете, проведя бессонную ночь, она ворвалась в спальню и, разбудив его, бросила в лицо слова, невероятные для женщины, воспитанной на востоке. Я ухожу от тебя. Измены не прощают. Услышанное шокировало мужчину. Он смотрел в ледяные глаза любимой и понимал, что она не будет слушать его оправдания. Да и, честно говоря, не находил ни одного аргумента в свою защиту. А она застыла на пороге и вдруг вспомнила, как пять лет назад, накануне свадьбы, отец сказал, что из-за этого музыканта она еще наплачется. Теперь Гуля вытирала слезы и всем сердцем жалела, что в тот вечер пошла наперекор отцу. Папа меня вызывает, говорит, знаешь, садись, я тебе хочу сказать. Эти люди, артисты, очень легкомысливые люди, они очень много, значит, могут поменять свое мышление, иметь любовницу. Поэтому ты, смотри, ты сама завариваешь кашу, потом ты сама будешь расхлебаться со свиньезами, ты домой не возвращайся. Девушка была уверена, отец специально так говорит. Просто он давно уже выбрал Гули другого жениха, из уважаемой и богатой семьи. Но влюбленная дочь не хотела слушать отцовские советы. Она была такая девушка из такой, можно сказать, элитной семьи. А он был простой музыкант. На Востоке так принято, что родители подыскивают, ну, как бы, себе равных. Они влюбились прямо во время концерта. Он, солист популярной молодежной группы песни, которые звучали по всему Ташкенту, увидел ее со сцены в зале. Она, студентка медицинского института, сидела в первом ряду и даже не думала, что красавец-солист поет только для нее. Но как только рядом с прекрасной зрительницей уселся незнакомый парень, случилось невероятное. Я со сцены подхожу, говорю, уберите отсюда его. Идет концерт. Люди говорят, а-а-а! Я говорю, пока это не станет, я не буду петь. Его убрали. С того концерта они ушли вместе. Так началась странная любовь студентки-отличницы и музыканта-хулигана. А уже спустя полгода Зиот предложил девушке пожениться. Свадьба вышла не такое, которое она мечтала. Среди гостей всего несколько друзей и родителей жениха. Голин отец так и не простил, что всегда послушная дочь впервые ослушалась его и не пришел на свадьбу. Глядя, как любимая плачет, Зиот пообещал, что в ее жизни больше никогда не будет слез. Конечно, было тяжело поменять и обстановку, уехать далек от родителей, изменить институт, в котором творится, поменять друзей. Но, знаете, для меня это все было преодолимо, потому что был любимый человек рядом. И самое главное, когда он сказал через три дня после нашей связи, он уехал на гастроли, вот это было очень обидно. А потом начались его нескончаемые гастроли и ее нестерпимое ожидание. Месяцы разлуки молодая жена заполняла учебой. И ни разу не пожаловалась, как больно оставаться одной, когда он на гастролях. Как тяжело сдерживать ревность, когда возле подъезда дежурят десятки его фанаток, готовые разорвать ее на куски. А главное, как нестерпимо видеть мужа на экране телевизора чаще, чем рядом с собой. Я сидела, обнимала его, значит, рубашка, его с партинной одеждой сидела. Когда Зиэт узнает о первой беременности жены, между ними будут тысячи километров. Он будет далеко и тогда, когда Свет увидит маленькая дочь. Его группа будет собирать стадионы от Карпат до Владивостока. От дома жена будет разрываться между ребенком и больницей, где работает кардиологом. Между пеленками и ночными вызовами к пациентам. Между редкими приездами мужа и долгими месяцами одиночества. Женщина терпела, не жаловалась, ждала. И, наконец, казалось, дождалась. Гонорар из ее дадали семье возможность поселиться в Москве. Гуля уже во второй раз беременная и решит, что новая квартира – это награда за ее постоянное время. И что именно теперь все будет хорошо. Но спустя полгода распадется Советский Союз, и их жизнь пойдет под откос. Мигом от популярности певца не останется и следа. На сцену выйдут музыканты нового формата. А когда-то известным и популярным теперь не останется места на музыкальном Олимпе. Чтобы прокормить семью, Зиэт поедет с гастролями в Африку на месяц. А вернется только через год. Он будет редко звонить, и жена каждый вечер перед сном будет рассказывать дочерям о папе, который скоро приедет, который их любит и очень по ним скучает. Алло, да? Почему вы не звоните? Вот это папа. Это папа звонит. Алло, папочка. Мама, она была видна, что она очень скучает. Я постоянно спала с мамой. И мы с ней каждую ночь лежали, разговаривали о папе. Ну, как бы я спрашивала маму, а чем сейчас папа занимается? И она рассказывала, вот он, наверное, сейчас выступает где-нибудь. Он там, наверное, общается с кем-нибудь. Я, знаете, я считала по дням, когда он приедет. Мама, через четыре дня он приедет. Я даже так и показывала. После возвращения Зиот пробудет дома ровно месяц, а потом со своими музыкантами поедет в Европу, где запишет альбом уже новой группы «Уч-Кудук». На семью времени совсем не останется. Контракт за контрактом. Дочка в моей фотографии таскала, говорит, это мой папа. В садик приходит, вот это мой папа. А соседи говорят, а что, говорит, она своего отца фотографию таскает. Ну, чтобы не забыть. О том, что жизнь семьи прошла мимо него, певец поймет только спустя годы. Когда в очередной раз вернется домой. Когда осознает, что не видел первых шагов детей. Не слышал их первых слов. Не знал их первых объятий. А теперь он на глазах теряет свою единственную и любимую. Он впервые в жизни будет просить прощения у женщины, переступив через свою гордость и неписанные законы Востока. Он будет смотреть на нее, плакать и молить не уходить. Она останется. Потому что до безумия любит. И эту беду они переживут вместе. Самое главное, чтобы понять ошибку, понять, что сделал и не повторять это. За всю жизнь женщина больше ни разу не напомнила мужу о той измене. А ведь больше всего пыталась сохранить свою семью. В прошлом году пара отпраздновала серебряную свадьбу. Всю любовь и заботу, которую Зиот когда-то променял на славу и популярность, теперь каждый день он дарит любимой жене. Он больше не ездит на длительные гастроли. Ведь сейчас больше всего боится пропустить самые важные моменты в жизни своих детей. А потом и внуков.